Теперь несколько слов мне хотелось бы сказать об этом инструментарии, поскольку все вы занимаетесь общественной работой, все вы являетесь активистами. Во-первых, конечно, welcome на наш портал активатика.org. Пожалуйста, пишите, и мы поможем вам распространять эту информацию самым активным образом по социальным сетям, потому что в настоящий момент, по сравнению с тем, что было 10 лет назад, у нас в России практически не осталось независимых медиа. Но тем не менее мне хотелось бы сделать еще некое заявление по тому, как надо работать с информацией. Я просто делюсь своим опытом с вами, может быть, это вам будет сейчас актуально, может быть, вам это поможет. Ну, прежде всего, что я поняла? Я поняла, что в движении должен быть какой-то независимый центр, который бы занимался исключительно вопросами информации. То есть больше ничем. То есть это не должны быть, то есть если у вас есть люди, которые занимаются вот тем, что называется медиаподдержкой в вашем движении, их уже нельзя нагружать еще чем-то. Это должна быть только их работа, то есть написание пресс-релизов, общение там со всевозможной там оставшейся в живых прессой, да, там запись ваших событий, я имею в виду видеорегистрация этих событий. Это все страшно важно, это отдельная функция, очень уважаемая, и лучше, чтобы эти люди занимались только этим. Почему? Потому что то, как они расскажут о вашей деятельности во внешний мир, это, собственно говоря, определяет весь ваш облик для внешнего мира, и это на самом деле исключительно важно. То есть я считаю, что, ну, благодаря тому, что у нас была очень хорошая медиаподдержка, вот медиа такой отдел, ну, я так называю это условно отделом, у нас были специально замечательные, замечательные люди, которые занимались медиаподдержкой нашего движения, Алла Чернышова и, ну, те, кто помогал ей. Благодаря этому про нас, собственно говоря, мир узнал, и благодаря этому многого удалось достичь. Второе, чтобы мне хотелось, да, дать какую рекомендацию, это как подавать информацию себе. Прежде всего, неважно, что вы делаете, пишете пресс-релиз или даете интервью, просто общаетесь, да, с кем-то, нужно обязательно давать короткую предысторию, чтобы было понятно, кто на ком стоял. То есть пусть это, да, я понимаю, что это очень тяжело, потому что вам приходится рассказывать по 500 раз одно и то же. И я помню, что в свою бытность, там, лидером движения в защите Химкинского леса я могла рассказать про Химкинский лес очень кратко, на протяжении, там, ну, может быть, 30 секунд. Мне казалось, что уже даже стоя на голове, я говорила одно и то же, вот, но благодаря этому люди, которые вот первый раз слышали об этой проблеме, они получали всю информацию и понимали, кто на ком стоял. Еще очень важно не перегружать людей лишними, ненужными подробностями, то есть если вы пишете пресс-релиз, очень важно сосредоточиться исключительно на, ну, вот на том посыле, который вы хотите сделать именно в этом пресс-релизе, объяснить, что вы хотите сделать, какая это будет акция, объяснить очень четко, без лишних прилагательных, не надо слишком сильно кого-то клинить в своем пресс-релизе, потому что все и так все это уже давно знают, и это вызывает, скорее, негативную реакцию. И я бы еще вот что предложила. Для того, чтобы экономить свои ресурсы, я понимаю, что у вас не так много этих ресурсов, потому что российские власти делают все, чтобы сделать вашу жизнь невыносимой. У них такая работа. Вот, и поэтому свои ресурсы надо беречь. Поэтому я бы рекомендовала те пресс-релизы, которые вы делаете, использовать их не только для журналистов, но использовать их и для обычных людей, чтобы, ну, их приглашать на свою акцию. Следовательно, то есть я за такие универсальные средства, по крайней мере, мы это использовали, поэтому в нашем пресс-релизе обязательно был какой-то посыл не только для журналистов, но и для тех читателей, для той аудитории, на которой мы рассчитывали. И мы не могли приглашать людей на какую-то, ну, непонятную акцию, да, которая не даст результата. Мы обязательно давали какой-то вдохновляющий посыл для того, чтобы люди захотели к нам прийти. И это очень важно, что в пресс-релизе это содержалось, что обязательно приходите, поддержите, это правда важно. То есть мы пытались каждый раз найти какие-то слова, аргументы, почему вот это очень важно, и пытались объяснить, что конкретно мы ждем от людей на этой конкретной акции. Это, кстати говоря, очень полезно делать на любой акции, или сбор подписей какой-то организовать, или организовать там, ну, например, мы делали такие акции, мы сажали рощи в Химкинском лесу для того, чтобы привлечь внимание к тому, что, ну, уже наш лес уничтожают, а мы все равно деревья сажаем. Ну, то есть необходимо от людей попросить какого-то конкретного действия, сказать, что будет что-то конкретное, маленькое, не страшное, в чем можно поучаствовать. И это работает очень хорошо, потому что вообще люди, они очень конструктивные существа, и если им давать вот такие конкретные рекомендации, что вы придете не просто постоите, да, вот как тело, да, а что будет еще возможность, ну, немножко помочь, чуть-чуть общему делу, это работает обычно хорошо. Понятное дело, что это все нужно заранее организовать, да, если сбор подписей, у вас должны быть сборщики этих подписей, должны быть подписные листы. И, кстати говоря, очень здорово, если помимо общего подписного листа, да, у вас есть еще специальные подписные листы для людей, которые очень продвинутые, они хотят помогать вашему движению, то в этом случае вы можете им предложить, когда они подписываются за общее дело, ну, например, что-нибудь сохранить, да, ваш прекрасный лес, или там за какие-то права правильные, да, они расписываются. Если вы видите по блеску в глазах, что человек готов что-то большее сделать, то советую вам предложить ему еще одну анкету, в которой бы он отметил, каким образом он готов помогать движению. Таким образом, у вас будет вноситься база данных ваших активистов. Что мы предлагали, да, нам нужна была помощь юридическая, помощь с переводами на другие языки, на английский, на французский, помощь с антикоррупционными расследованиями, помощь с распространением материалов, листовок, газет и так далее. Помощь с версткой, помощь с работой в социальных сетях, ну, все, что вам нужно, да, обязательно вот в эту анкету вносите, и таким образом у вас будет пополняться база данных ваших активистов. Несмотря на то, что сейчас у нас очень все не очень, прямо скажем, хорошо с независимой прессой, тем не менее, какие-то независимые журналисты, какие-то независимые блогеры, они все равно есть, и у них есть своя аудитория. Вот с ними тоже необходимо наладить работу. Прежде всего, как их искать? Ну, расскажу про свой опыт. Я просто шерстила интернет, шерстила прессу и смотрела, кто работает по аналогичной с нашей темой. То есть, кто пишет про экологические проблемы, про социальные проблемы, у кого вообще есть к этому интерес. Далее я беззастенчиво приходила на акции, ну, где могли бы быть такого рода товарищи, да, журналисты, которые мне интересны, или блогеры. И подходила, ну, естественно, я приходила и поддерживала там своих товарищей, да, на этих акциях, но плюс к этому я подходила, знакомилась с журналистами, просила их контакты, ну, или блогерами. Вот так я, между прочим, со многими блогерами познакомилась. Рассказывала коротко о себе, буквально пару слов, что вот я, движение там за Химкинский лес, вы знаете, мы вот, у нас акции будут всякие, очень классные, интересные, вам будет что про нас написать, уверяю вас. Дайте, пожалуйста, свои контакты. Вот это был один у меня метод взаимодействия с прессой, который на самом деле работал неплохо. Многие из вот этих людей, с которыми я таким образом познакомилась, в том числе и Михаил Бекетов, они потом стали нашими хорошими товарищами. То есть у меня была вот такая за ними охота. И второй метод, это, конечно, когда вы делаете что-то интересное, яркое, к вам приезжают эти блогеры, обязательно подойдите, возьмите их контакты, встаньте друзьями на Фейсбуке или ВКонтакте, где вы там в соцсетях обитаете. И обязательно поддерживайте с ними хорошие человеческие отношения. Я очень не рекомендую. Я их очень не рекомендую спамить, то есть слишком много им информации не надо посылать, да, но где-то напоминать о себе раз в неделю, да, вот это вполне себе. Ну, если у вас горячая фаза, понятно, да, это можно и каждый день о себе напоминать. Но, в принципе, если у вас такая, ну, более-менее спокойная фаза, где-нибудь раз в неделю или раз в две недели, про себя напоминать можно. Ну, если человек просит его не беспокоить, а только по каким-то серьезным вопросам, к нему обращаться тоже, естественно, стоит к этому делу прислушиваться. Значит, что мне еще бы хотелось сказать по поводу медиа, да, чем больше будет вашей информации в социальных сетях, на совершенно разных площадках, тем лучше. При этом я очень не рекомендую работать со всякими НТВ, первыми каналами и так далее, потому что эти только все извратят, и это действительно опасно, это может закончиться уголовным делом, с ними лучше не сотрудничать. Но все площадки, рукопожатные, так сказать, которые есть на сегодняшний день в социальных сетях, это наше с вами поле битвы, все это надо использовать. Сотрудничайте со всеми. Вот помимо нашего портала есть еще очень много всяких достойных сейчас ресурсов, их действительно немало, их можно найти в интернете. Чем больше будет вашей информации на разных ресурсах, тем это лучше. Мы действовали точно так же, мы входили в коалицию со всеми возможными ресурсами, и везде, где мы могли поместить свою информацию, мы везде это делали. И на Гранях, я помню, мы просили на Радио Свободы, на Эхо Москвы, мы везде просили на Дожде потом, пожалуйста, дайте о нас новость, пожалуйста, дайте наш пресс-релиз, вот если берут, слава богу, не берут, не обижайтесь. Потому что сейчас, конечно, взрывообразный рост вот этих вот гражданских движений после 2010 года, когда у власти начали кончаться денежки от нефти и газа, и люди стали новой нефтью, понятное дело, у них горячее желание сделать на людях прибыль, и появляются новые какие-то чудовищные инициативы, которые порождают новые волны протеста. Поэтому теперь таких движений, как по Химкинскому лесу, их там десятки и сотни по стране, если не верите, откройте наш портал, возьмите, посмотрите нашу карту портала Активатика Орка, вы увидите на нашей карте там сотню этих точек, раскиданных от Москвы до самых, до окраин, во все стороны, и, собственно говоря, вы увидите, как много вот таких вот гражданских движений по всей стране. Продолжение следует...